Во-первых, большое спасибо за предоставленную возможность и тем более поговорить с коллегами на такие же втрепещущие темы. Это всегда очень полезно и ценно. Буду сегодня говорить о зеленой сделке Европейского Союза и экспорте природного газа из России, потому что это очень актуальная история. То есть немножечко такая отсылка к первой части, к блоку докладов, но тем не менее она сделка зеленая, поэтому в этой как раз части мы решили ее поместить. Так вот, в 2015 году мы все знаем, цель устойчивого развития были приняты. Парижское соглашение по климату заменило Киотский протокол, который вообще не оправдал себя, потому что не все были цели достигнуты. И в итоге это стало таким катализатором того факта, что Евросоюз хочет стать пионером в принципе. И они сами говорят, что цель очень амбициозная, достичь полной климатической нейтральности к 2050 году. И есть контрольные точки у этого энергетического перехода и самой зеленой сделки. Это 30-й, 40-й, 50-й год. Вот я сконцентрировала свои усилия на рассмотрении ближайшего десятилетнего периода, как там будет. В ближайшие 10 лет построила несколько моделей, сегодня о них говорить не буду, только результаты оглашу. И, соответственно, можно будет сопоставить конкретные цифры, потому что в результате этой работы получилось их как раз сравнить. В 2019 году объявлено было о том, что европейская зеленая сделка вступает в силу. Были даже оглашены некоторые цели, ну, конечно, прежде всего Франции и Германии, таких локомотивов Евросоюза. Остальные страны пока немножечко остаются в стороне. Очень аккуратно говорят об этих целях, но об этом тоже чуть позже, потому что имеет место, конечно, кластеризация Евросоюза в отношении к этой европейской зеленой сделке. Значит, вообще говоря, не скрывается даже в дорожной карте, что больше всего повлияет вот эта инициатива на три сферы. Это энергетика, топливно-энергетический комплекс, ТЭК, транспорт, безусловно, и агропромышленность. Но сегодня о ТЭКе, потому что как раз сфокусировано внимание на российском экспорте газа в Европу. Тем более, что это очень актуальная история в контексте Nord Stream 2, в контексте того, что с нефтью совсем такая печальная ситуация наблюдается. Хоть и подрастают цены на фоне каких-то пандемических историй, истории США, но факт остается фактом. Цены, конечно, очень низкие, а газовые цены к ним в том числе привязаны. Из такого нового, скорее неожиданного, что в зеленой сделке провозглашено в дорожной карте, что удалось исходя из документарной базы выделить, это, конечно, углеродный тариф. Он называться будет Product Carbon Footprint, то есть углеродный след, который планируется ввести в контексте производств внутри Евросоюза. И платность выбросов, то есть вот тот самый Border Carbon Adjustment. Он действует, и действует он для того, чтобы уравнять цены внутри ЕС. Если уж, да, экономика зеленая, то логично, что нельзя предоставлять конкурентные преимущества тем, кто у себя в стране, как это точно делает Китай, Индия, да, не озирается на выбросы СО2 и производит, соответственно, просто дешевле что-то. Поэтому вот эта самая платность выбросов, да, она будет иметь место. Да, чуть-чуть перескочила. Сейчас еще указочку сделаю, да, чтобы было видно. Вот, и налог на выбросы СО2, о нем тоже чуть-чуть попозже скажу, сейчас составляет тариф такой, да, 28 долларов за тонну, а планируется, что он будет повышен до 75 долларов за тонну. И таким образом получается, что часть, например, электростанций на том же угле просто будет убыточными, потому что такие, они не смогут, да, в контексте выбросов, которые они производят, такие налоги заплатить, ну, тарифы в данном случае, да. Значит, суть энергетического перехода в том, что углеводородная экономика будет значительно заменена на возобновляемые источники энергии, составят они по планам не менее 32% в доле производства электроэнергии, да. И, несмотря на то, что идея, безусловно, важная, актуальная и пути назад уже нет, то есть будет переход на Renewables в любом случае, есть проблемы, которые в этом контексте возникают. Во-первых, это, конечно, новые источники энергии, а это прежде всего, ну, совсем новые, да, это водород, конечно, а вот из таких новостарых это ядерная энергетика, потому что в Евросоюзе на нее акцент делает только Франция сейчас, в таком значительном масштабе, да, это гидроэнергетика и альтернативная энергетика, солнечные ветряные поля, фермы, как угодно. Притом Евросоюз как раз больше делает акцент на ветряную энергию, как так называемую offshore, то есть в море эти ветрогенерирующие парки, они будут строиться именно не на сухше, чтобы не занимать и так очень место, которое в дефиците. Это, безусловно, из вызовов, да, Smart Grid, вся модернизация инфраструктуры, потому что, несмотря на то, что провозглашается, что да, Smart Grid нужен для того, чтобы это был децентрализованный рынок, дерегулируемый рынок электроэнергии той же, да, чтобы там были и просюмеры, то бишь те, кто одновременно и производит энергию и потребляет ее, и огромное количество производителей, которые малые могут включаться в электроснабжение, это все сопряжено с огромным количеством затрат, потому что инфраструктура все-таки в большинстве своем и часто, да, централизованная, и это логично, потому что все-таки это такая монопольная немножко история, во-первых. А во-вторых, есть одна проблема с возобновляемыми источниками энергии. Они не принято говорить, но, тем не менее, она существует, да, это утилизация отработанных возобновляемых источников энергии, прежде всего из-за того, что там есть редкоземельные металлы, а в свою очередь их получают исключительно из Африки, Китая и Индии. Просто так сложилось, да, то, что нужно для производства тех же солнечных фотоэлтеек, да, вот этих пленок, да, которые могут переводить солнечную энергию в электроэнергию, они экспортируются другими странами в Евросоюзах. Так вот, и та самая проблема смарт-гриды в том, что для возобновляемых источников энергии очень нужны батареи, аккумуляторы. А таких мощных их, во-первых, либо нет, либо они очень дорого стоят, и их вновь нужно утилизировать, если они выходят из строя. Ну и, наконец, угроза для экосистем, о которых тоже не все говорят, но факт остается фактом. Ветряки дают вибрацию, они уничтожают биомассу, да, птиц. Те же солярные панели, да, если они заполняют поля, они просто закрывают землю, которая больше не становится плодородной, на ней ничего не растет. И поэтому есть идея, да, в долине реки Роны во Франции есть такой, ну, непилотный, он работающий проект, да, но, тем не менее, на плавучих, да, в таких панелях, как понтонных, эти самые солнечные парки расположены. Следующая проблема, такая значительная в зеленой сделке и ТЭКе, это то, что в ЕС разделилось на две половины. Условно западноевропейскую, условно восточноевропейскую. Есть там нюансы, потому что в кластере с Восточной Европой также находится и Ирландия, и Люксембург, например, да, а вот из балтийских стран из него исключена Латвия, потому что она как раз к этому лагерю относится. Тех, кто за European Green Deal, и тех, кто немного против, да, они немножко так сторонятся и говорят, вы знаете, давайте мы подождем с возобновляемыми источниками энергии, мы все-таки за диверсификацию импорта. Давайте вот мы и российский газ будем применять вместо угля и нефти, потому что они оставляют гораздо больший углеродный след, нежели возобновляемые источники энергии. И вот эта вот как раз кластеризация вкупе с теми проблемами, которые были перечислены раньше, она играет немного на руку российскому экспорту газа природного в Евросоюз. Газовый вообще экспортный сектор России, безусловно, страдает после пандемии. Во-первых, переполнены подземные хранилища газа, ПХГ, так называемый. Во-вторых, цена очень сильно упала, и поэтому на фоне вот этой вот низких спотовых цен, конечно, по максимуму были заполнены хранилища. Но помимо этого есть и другая проблема, например, конкуренция со стороны сжиженного природного газа. Здесь я показываю такой кейс того, что Газпром, который является единственным экспортером из России и трубопроводного газа в Евросоюз, и вот этот объем газа за 2018 год такой контрольным является для того, чтобы попытаться сохранить на этом уровне объем экспорта. А вот факторы, которые на него давят, на которые на него влияют. Это, с одной стороны, конечно, решение полупоставщиков за счет тех стран, которые здесь перечислены. Совместные закупки газа странами ЕС, то есть не каждая страна будет закупать, а это будут такие контракты синергетические в некотором смысле. Плюс к тому, вот сейчас 16% в экспорте газа из России уже составляет СПГ. А СПГ, как мы знаем, Евросоюз не Газпром экспортирует, а Новотек, своих проектов Ямал-СПГ и Криогаз-Высоцк. Потому что СПГ-проект Газпрома, он на Сахалине, и поэтому, соответственно, он сконцентрирован на азиатских рынках, и просто нецелесообразно Газпрому вести северным морским путем или через Суэцкий канал вот эти танки с Крио-заморозкой. Это очень дорого просто. То есть получается, что даже наши собственные газоэкспортирующие компании друг с другом конкурируют. Плюс к тому, Роснефть с 2014-2017 годов очень пытается стать экспортером газа, и, наверное, рано или поздно это логически произойдет. СПГ также экспортируется не только из России, но и из США и Катара. И это тоже, безусловно, фактор, который давит на экспорт российский. Это газопроводы, которые в пику, да, северному потоку строятся, Танап и ИСТМЕД. Соответственно, Танап – это трансанталийский, который ведет из Азербайджана в Турцию с перспективой продления до Ирака и Ирана, а ИСТМЕД – это из Израиля через Кипрогрессию в Италию. То есть, соответственно, понимаете, да, с южного направления тоже конкуренция, безусловно, существует. Но не факт, что зеленая сделка ЕС, не то, что не факт, это факт, что она не остановит импорт газа из Российской Федерации. Почему? Потому что энергетический переход, о котором говорится в европейской зеленой сделке, дороже энергетического импорта, с одной стороны, ну или сопоставим, да, и одновременные затраты на энергетический переход и импорт. Наверное, это лучшая стратегия, но это очень дорого. И вот здесь я представляю цифры, которые как раз были рассчитаны. По оценкам Еврокомиссии стоимость энергетического перехода и в самой европейской зеленой сделке оценивается от одного до трех триллионов евро. А в модели своей я почитала, что за 11 лет импорт всего газа будет стоить 1,65 триллиона евро за 11 лет ближайших. Из них 600 миллиардов – это российские 40%. Ну опять понятно, что известная доля аппроксимации здесь существует, но факт остается фактом. Сопоставимые цифры. И даже при худшем раскладе, это дает Брюкель Тингтенк, вот эту оценку в 3 триллиона долларов, это в два раза дороже, чем просто покупать газ. И на нем, соответственно, как более чистым, с точки зрения углеродного среда топлива, функционировать. Также газовые электростанции в Евросоюзе недозагружены. На 50%, соответственно, перспективы есть. Есть кластеризация, которая была упомянута чуть раньше. И, наконец, диверсификация поставщиков ЕС в товарном и географическом разрезе. Географию только что тоже затронула. А вот товарный – это как раз тот самый факт, что ЕС и Германия, в частности, говорят о том, что они будут уходить от нефти и угля в пользу природного газа и возобновляемых источников энергии. И как итог краткий, делаю я такой вывод, что спрос на природный газ, безусловно, будет расти. Об этом говорится, например, в оценках «Газпрома». Прогноз, что увеличится на 89 миллиардов кубометров в год поставки. А это на 45% в сравнении с предыдущими годами. СПГ, безусловно, потеснит трубопроводный газ. Этот процесс сейчас уже не обратим. «Газпром» уступит свою долю рынка именно с точки зрения того, что это единственный поставщик трубопроводного газа в Европу сейчас. Ну и плюс к тому, есть еще азиатский регион, на который как раз Россия в свою очередь диверсифицирует риски экспорта газа. Сила Сибири, тем мы об этом и знаем. Вот китайская экономика, о которой через одного человека рассказывали, как раз это вот про это. Ну и наконец доля рынка российского газа останется прежней или вырастет. Я имею в виду совокупность всех компаний, экспортеров российского газа. И вывод, вот он перед вами, зеленая сделка ЕС все-таки не приведет к декарбонизации региона. Это скорее будет постепенное снижение. Но потоки топливных и энергетических ресурсов в мировом масштабе, безусловно, поменяются. Именно так, как было сказано чуть выше. Это все. Субтитры создавал DimaTorzok